Случаев подтверждающих этот факт множество Он вынуждает правильное и строго мыслящего человека признавать за несомненное, что душевные явления в нашем опыте всегда происходят и возникают под влиянием физических, материальных, даже зависят от них и только При этом нет никакой необходимости делать отсюда вывод, что душевное производится, создается, порождается материальным, материю Мало того, вывод этот незаконен, неправилен и с строго научной логической точки зрения невозможен, хотя эта невозможность не для всякого очевидна Но к очевидности его невозможности легко прийти путем сопоставления случаев в соотношении явлений, сходных с теми, из которых он делается Так мы не можем наблюдать свет без воздуха, даже в разреженном воздухе наступает тьма Никому же не придет в голову теперь сделать отсюда вывод, что свет производится воздухом Для человека, знакомого с законами, вывода не требуется и таких объяснений Из факта постоянной связи душевного с физическим нельзя даже сделать вывода, что душевное не может существовать без материального Что материя совершенно необходима для обнаружения душевных явлений Такой вывод опирался бы на очевидно нелепом предположении, что противоположного тому, что постоянно наблюдается и быть не может Измеривши таким образом доказательную силу двух возможных представлений об основе душевных явлений Мы уже не можем колебаться в выборе между ними Итак, основа душевных явлений есть особое начало, особая субстанция Извлечение сокращений из психологии профессора Снегирева, Харьков, 93-й год, страница 35 Философское обоснование спиритуализма Человек никогда не сознает и не может сознавать себя, как это впечатление или впечатление вообще Так это представление или представление вообще Как это понятие или понятие вообще Словом, никогда не сознает и не может сознать себя, как явление сознания А всегда сознает и может познавать, сознавать себя, только как ощущающего, представляющего, мыслящего То есть непременно как деятельного, то есть обязательно как сущего Поэтому Я есть Это единственное фактическое выражение всего содержания Я И потому спиритуалист имеет полное право сказать, что Я Человека по своему содержанию Не явление сознания А данный в сознании идеальный образ Безусловной сущности сознания, как бытия Ссылка Справедливость метафизического толкования Я Лучше всего можно выяснить путем сопоставления этого толкования С толкованием позитивистическим Пример последнего толкования можно указать у Милля В 12 главе его обзора философии Гамильтона Ведая об этих только явлениях и потому не считая себя в праве говорить о субстанциях Миль полагает, что Я, Человека, есть ряд состояний сознания Связанный фактом памяти в единство конечной личности И в этой связи могущей идти в бесконечность Очевидно, такое толкование Я Вполне утверждает собой все те следствия, которые необходимо вытекают из метафизического толкования природы духа Как субстанции То есть вполне утверждает и единство личности и ее бессмертие И все-таки едва ли найдется такой метафизик, который согласился бы с толкованием Милля Не потому что это толкование не метафизично А потому что оно решительно противоречит той самой опытной действительности, которую объясняет Фактически ни один человек не сознает и не может сознавать себя как ряд состояний сознания А потому если он мыслит о себе как о таковом ряде То в мышлении его очевидно выражается не то Я, которое фактически существует в сознании его А другое сочиненное Я В метафизическом толковании такого сочинительства не допускается И в этом заключается несомненное преимущество метафизического толкования Даже перед такими толкованиями опытной науки и философии Которыми утверждаются все необходимые выводы из метафизики духа Но если бы можно было удалить из сознания всю сумму тех фактов Из содержания которых слагается мыслимое содержание не Я То вместе с этими фактами необходимо исчезли бы все факты чувствования И все поводы хотений и живое Я человека Необходимо превратилось бы в ничто Это необходимое соотношение между отдельными фактами сознания и сознанием Я Дает основание думать, что реальность сознания выражается собственно не сознанием Я А простым положением тех фактов Из соотношения которых слагается действительный процесс сознания Вместе с этим процессом и всякая вообще действительность оказывается простым положением психических явлений Явлений в себе самих Явлений абсолютных Потому что они сами себя полагают и в себе же самим являются В таком случае, конечно, и собственное Я человека есть тоже явление Но только явление удивительно странное Оно именно есть не объективное явление, существующее само по себе А явление субъективное Представляющее собой лишь простое отражение связи И соотношение объективно данных явлений То есть оно собственно выражает собой не действительную реальность А лишь некоторую видимую реальность Видимость реальности Поэтому все содержание человеческой жизни представляет собой какой-то непостижимый сон С богатым развитием всяких великих и чудных грез Но без всякой сущности Которая бы видела этот удивительный сон И без всякой реальной жизни О которой грезится во сне Ссылка Изложение доктрины Феноменализма у Фихте Между тем Основным и единственным содержанием этого удивительного призрака Служат указания на субстанциональное бытие И потому человеческая мысль Совершенно не может мыслить явление иносли Как только в связи с мышлением субстанционального бытия Которому нечто является В силу же этого решительной невозможности Обойтись в мышлении бытия без понятия о сущности Критическому мыслителю необходимо приходится Сделать одно из двух Или допустить Что не все есть явление Или же объявить Что и сама мысль Есть лишь странный сон О познании бытия Но так как принять это последнее положение Значит прямо и безусловно Отвергнуть всякую правду Всякого мышления И решительно отнять у себя Всякую возможность Чтобы утверждать или отрицать что-нибудь То даже самые крайние поборники феноменализма Фактически всегда допускают Что в действительности Не все есть явление Потому что они мыслят Явление не как явление А как метафизические вещи О себе Ссылка Для примера можно указать на философское учение Профессора физики Маха Решительно отвергая Всякие тени метафизических сущностей Мах Вообразил себя победоносным Противником метафизики И поборником положительной науки А на самом деле Он только одно и сделал Что заменило одно метафизическое понятие Вещи о себе Другим метафизическим понятием Впечатление через себя Правда он утверждает относительность впечатления Как существующего только для нас И в нас самих Но если само я человека Для познающей мысли Есть лишь комплекс впечатлений И всякое Представляемое вещью в мире Есть лишь комплекс впечатлений То для этой познающей мысли Впечатлений Очевидно есть впечатление Персе Метафизическая субстанция Благодаря этой именно вере В субстациональность впечатления Для Маха и оказалось возможным Считать впечатление Конечными элементами Самой познаваемой реальности Но в таком случае впечатление По своему значению Очевидно совершенно ничем не отличается От метафизических вещей в себе А уж насколько такие Субстациональные впечатления Легче и удобнее Мыслить Сравнительно с метафизическими вещами О себе Говорить едва ли нужно На основании явлений сознания Мысль необходимо обращается к мышлению Бытия в себе самом И естественно находит это Неведомое бытие в самом же сознании Потому что во всем содержании Своем мысль есть и может быть Только мышлением данного сознания Данных Как явлений бытия Но ввиду того, что фактическое содержание Сознания в одной своей части Принудительно относится к бытию Вне сознания А другой своей части Определяется в другой Этим отношением Мысль также естественно утверждает И другое бытие вне сознания И на основании принудительного отношения К этому бытию Огромная масса различных явлений сознания Предполагает его В качестве последней основы Для самого сознания Желание оправдать это предположение Естественно заставляет мысль Отыскать постоянные связи Соотношения между явлениями сознания И содержанием чувственно представляемого бытия И толковать эти связи и соотношения Как выражение необходимых причинных отношений Со стороны явлений Представляемой реальности К собственным явлениям сознания Если например наблюдение показывает Что понижение или расстройство Мозговой деятельности Обязательно обречет за собой Понижение или расстройство А в некоторых тяжких случаях Даже и совершенную потерю сознания Восстановление же нормальной деятельности Головного мозга Наоборот сопровождается Восстановлением И нормальной деятельностью сознания То отсюда будто бы с несомненной очевидностью Следует, что явления сознания Не только стоят в связи И даже в зависимости от физической деятельности мозга Но и развиваются из этой самой деятельности То есть представляют собой Лишь некоторые особые формы явлений физических В таком случае конечно сознание Оказывается не бытием А только явлением бытия В качестве особой функции мозга И тому самосознание должно говорить человеку Не о какой-нибудь метафизической сущности А лишь о простой координации психических явлений Как специальных выражений мозговой работы Ссылка Болезни личности Реальная личность Это организм И его высший представитель Головной мозг В котором содержится Все то Чем мы были И возможность Всего того Чем мы будем Где это самое учение Излагается с характерным добавлением Конечно это тоже гипотеза Но она по крайней мере Не имеет ничего сверхъестественного Рибо Следовательно Все бытие и содержание Человеческой личности Путем простых толкований Чем должно быть это бытие и содержание Сводится к бытию и содержанию Физической основы жизни И таким образом Доктрина абсолютного феноменализма Заменяется доктриной чистого материализма Но утверждая свое толкование Психической деятельности Как деятельности физической Поборники материализма Обыкновенно забывают сделать Одну очень важную оговорку Оговорка эта заключается в том Что явления сознания Даны непосредственно Мышление же физического мира Есть мышление его Посредством представления То есть посредством объективации Тех же самых явлений сознания Которые даны непосредственно Поэтому содержание внешнего мира Все и целиком Может быть переведено На содержание сознания Содержание же сознания В силу его непосредственности Ни в каком случае Не может быть переведено На содержание внешнего мира Потому что мысль Сама развивается Только в пределах сознания И следовательно Отрешиться от сознания Как от своего конечного факта Она не может Даже и в том случае Если бы можно было Согласно учению материализма Усмотреть в мире Не объект сознания А само сознание Как чистый объект Для мысли все-таки Разрешился бы мир Сознание А не сознание в мир Потому что Если бы мы увидели В мире вместо вещей И явлений Представлений И впечатления То ясное дело Что мир И оказался бы Для нас Только самопредставлением Некоторого Абсолютного сознания А вовсе Не основой его Если же Такого Самопредставления Сознания Фактически Мы не можем Мыслить В силу Внутреннего Противоречия В самом понятии Самопредставления То по той же самой Причине И о представлении Сознания Как физической Деятельности Мы можем Только языком Говорить Фактически же Осуществить Это представление В своем мышлении Мы безусловно Не можем Я могу Видеть нервы Я могу Видеть мозг И если бы Можно было Как-нибудь Усилить Мою зрительную Впечатлительность До необычайных Размеров Я вероятно Мог бы не только Гадать Об отправлениях Нервного И мозгового Вещества Но прямо Наблюдать Эти отправления И все-таки Сознания В этих отправлениях Я бы не увидел Потому что Сознание Есть Мое Бытие И представить Ее Вне Меня Это значит В момент Представления Мне нужно Перестать Сознавать Перестать Быть Ссылка Рибо Психолог Сосредотачивающийся На внутреннем Наблюдении Видит Один лишь Узор И шитье Теряясь В предположениях И старается Угадать Что под ними Находится Если бы Он Переменив Позицию Посмотрел Изнанку То избежал бы Многих Бесполезных Заключений И узнал бы Гораздо Более Каждый Спиритуалист Вероятно Весьма Обожевал Посмотреть На нервы И мозг Как Наизнанку Сознания Но Способность Этого Удивительного Смотрения Должно Быть Принадлежит Одним Только Поборникам Материализма А Они Лишь Говорят О Перемене Позиции Научить Же Неведущих Людей Как Бы Можно Было Устроить Эту Таинственную Перемену Почему-то Не догадываются Поэтому Совершенно Естественно Что У каждого Спиритуалиста Когда ему Приходится Выслушать Проповедников Материализма Неизбежно Возникает Одна и Та же Мысль Если Существование Духа Допускать Нежелательно Потому Что Дух Есть Деятель Сверхъестественный Ужасающее Слово Имеющее Самый Безобидный Смысл Сверхъестественный Значит Нематериальный Невоспринимаемый Чувственно То Посмотреть На Мозг Как На Дух Хотя И было бы Желательно Однако Совершенно Невозможно Потому Что Это Смотрение Противоречит Природе Сознания То Есть Оно Оказывается Противоестественным Следовательно Утверждение Тождества Нервной Деятельности С Деятельностью Сознания Есть Собственно Не Изложение Действительного Факта А Лишь Простое Предположение Насчет Возможного Объяснение Факта Сознания И Предположение Это Такого Сорта Что Оно Никогда И ни в Каком Случае Не может Быть Оправдано Фактически То На На Веки Вечный Оно Должно Оставаться Только Чистым Предположением Вот Это Именно Обстоятельства И должны Непременно Оговаривать Проповедники Материализма При Всяком Изложении Своих Воззрений Потому Что Это Обстоятельство Вполне Точно Определяет Собою И Настоящее Место Материализма И Подлинное Значение Его Ссылка Сознание Необходимости Этой Оговорки Привело Одного Из Наиболее Даровитых Поборников Новейшего Материализма Генриха Чельбе К тому Заявлению К такому Материализм Которым Все Выводится Из Одной Тайка Материи И В Который Сам Я Прежде Верил От Счастью Оказывается Совершенно Ложным Пониманием Действительности И Потому Я Считаю Вполне Основательным Отказаться От Него Если Физическое Объяснение Сознания Есть И Может Быть Только Вечной Гипотезой То Само Собой Разумеется Что Для Научной Мысли Нет Решительно Никаких Оснований Поддерживать Такое Объяснение Которое Не Может Допускать Для Себя Никаких Оправданий Потому Что Поддерживать Такое Объяснение Значит Намеренно Или Не Намеренно Обманывать Себя Одним Только Призраком Объяснения Поэтому Как Как Человек Приходит К Ясному Сознанию Вечной Гипотетичности Материализма Так В его Мысли Немедленно Начинается Обратный Поворот В сторону Спиритуализма Для Который Который Не Не Быть Воспринят В Чувственном Наблюдении Как Предмет Представления И о Котором Поэтому Будто Бы Невозможно Положительно Знать Что он Действительно Существует Но Если Критерием Действительного Знания Служит Только Наличность Чувственного Представления О Предмете Познания То Всякий Поборник Спиритуализма Совершенно Законно Может Возвратить Сделанное Ему Возражение Назад К Материализму Он Может Именно Выразить Своё Крайнее Недоумение По Тому Поводу Что Материализм Допускает Сверх Естественное Отправление Естественного Мозга То есть Такие Отправления Которые Не могут Быть Восприняты В Чувственном Наблюдении О Котором Стало Быть По Собственной Логике Материализма Нельзя Положительно Знать Существуют Ли В Мозге Такие Отправления И Это Возражение В отношении Материализма Действительно Будет Убийственным Потому Что Материализм Сам Признает Чувственное Представление Как Удостоверение Реальности И Следовательно Неимение Этого Удостоверения Для Поборников Материализма Должно Служить Обязательным И Несомненным Доказательством Несостоятельности Их доктрины Между Между тем Для Поборников Спиритуалистической Доктрины Невозможность Чувственного Представления Не Имеет Ровно Никакого Значения И Ровно Ни К чему Их Не Обязывает Потому Что Имея Дело С Явлениями Сознания С Явлениями Которые Одни Только Несомненно Существуют И Которые Все-таки Непредставимы Спиритуалист Не Может Стремиться К Чувственному Познанию Духа Если Утверждает Его Существование То Утверждает Разумеется Не В Качестве Предмета Чувственного Представления А Именно Только В Качестве Субъекта Сознания Которое Само По Себе Сверх Чувственно Если Материалист Опираясь На Свой Критерий Достоверного Познания Заблагорассудит Потребовать Солидных Действительного Существования Субъекта Сознания То Этим Требованием Своим Он Может Привести Смущение А Одних Только Людей Маломысленных Критически Мыслящий Человек Хорошо Это Ведает Это Требование Доказательств В пользу Действительного Существования Духа Покоится На Чистом Недоразумении А А потому И никакого Исполнения По этому Требованию Последовать Не Может Доказывать Действительное Существование Какого Нибудь Предмета Мысли Значит Критически Исследовать Те Основания По силе Которых Некритическая Мысль Допускает Его Существование И Выяснить Полную Логическую Достаточность Или Недостаточность Этих Оснований Для Вывода Из них Такого Следствия Что Мыслимый Предмет Действительно Существует Между тем Существование Духа Личности Субъекта Сознания Самого Сознания Как бытия Не допускается Мыслью В качестве Следствия Из некоторых Разумных Оснований А непосредственно Дано Для мысли В качестве Факта Действительности На это Именно Непосредственно Бытие Сознания И опирается Мысль Как на Единственное Основание В построении Всяких Доказательств И Реальность Всякого Мышления Утверждается Не всем Либо Другим А только Действительным Бытием Самого Сознания Поэтому Бытие Субъекта Как единственное Бытие Непосредственно Известное Себе Самому Необходимо Лежит Вне Цепи Всех Возможных Доказательств Так как Всякое Доказательство Имеет Своё Приложение Не в отношении Субъективного Бытия То есть Бытия Непосредственно Сознаваемого А исключительно Только в отношении Объективного Мира Известного Субъекту Лишь Под формой Представления Только Об этом Одном Мире Может Действительно Спрашивать Существует Ли Он И таким Ли Он Существует Каким Представляется Субъекту Субъект Непосредственно Непосредственно Есть И потому Доказывать Ее Существование Совершенно Невозможно Ведь Помимо Сознания Своего Собственного Бытия Мы Не имеем Решительно Никаких Оснований Для наших Размышлений И суждений О бытии Потому что Вне Содержания И границ Нашего Сознания Никакой Действительности Для нас Не существует И Существовать Не может Если же Мы Утверждаем Действительное Существование Внешнего Мира И нервов И мозга То это Лишь потому Что мы Не в состоянии Уничтожить В себе Самих Тех Непосредственных Явлений Сознания Которыми Необходимо Обосновывается Для нас Это утверждение Внешнего Существования Следовательно Для нашей Мысли Быть Непосредственным Фактом Сознания И Существовать В действительности Это Совершенно Одно И то же И потому Если Субъект Сознания Непосредственно Есть То он Есть В таком Же Точном Смысле В каком Есть Внешний Мир Есть Мозг Есть Нервы Только Внешнее Бытие Утверждается Самой Мыслью Бытие Же Субъекта Дано Для Мысли Во всяком Случае Различие Между Бытием Субъекта И бытием Внешнего Мира Заключаются Не в мышлении Их Бытия А лишь Способе Их Отношения К мысли Между тем На основании Этого Различия В отношении К мысли Субъективного И объективного Бытия Довольно Часто Утверждается Различный Смысл Их Существования Так что Если В отношении Одного Бытия Утверждается Смысл Предметно Метафизического Субстационального Существования То В отношении Другого Бытия Уже необходимо Утверждается Только Действительное Существование Приходящего Явления Таким Путем Возникает Или Абсолютный Идеализм Когда Предметно Метафизическое Существование Приписывается Одному Только Духу Или же Чистый Материализм Когда Предметно Метафизическое Существование Приписывается Одному Только Физическому Миру Но если Философа Идеалиста Можно Еще Убеждать в действительном существовании внешнего мира, и во всяком случае можно привести его к необходимости преобразования субъективного идеализма в объективный, то философа-материалиста совсем даже и убеждать нельзя в действительном существовании мыслящего духа, потому что для этого убеждения социального материализма требуются совершенно невозможные условия. Ученый-материалист желает воспринимать дух как предмет представления, то есть если уж не руками его пощупать, то хоть глазами его увидеть, как некоторую тень чувственно воспринимаемого предмета, и пока не исполнится это желание материалиста, ему всегда будет казаться, что может быть, духа еще и нет. Но, выражая это желание свое, ученый-материалист очевидно забывает, что предметы представления воспринимаются сознанием, так что если бы само сознание сделалось предметом представления, то воспринять его было бы некому, потому что быть одновременно и собой, и самим, и внешним, для себя предметом чувственного и представления, можно только в неразумных желаниях детски капризной мысли, а не в действительном бытии и не в критическом мышлении бытия. по самой природе своей дух, как субъект сознания, может сознавать себя непосредством представления, а только непосредственно. Поэтому возражать против действительного существования духа только на том основании, что он не подлежит чувственному восприятию, можно лишь по чистому недоразумению. Гораздо скорее можно возражать против действительного существования духа на основании анализа самой психической действительности. Хотя и на этом основании отрицание духа в конце концов приводит только к чистому недоразумению. Дело в том, что самый обстоятельный анализ душевной жизни показывает нам одни лишь впечатления, представления, чувствования, хотения. Словом, показывает огромную массу самых разнообразных фактов сознания, но решительно не обнаруживает такого факта, в котором бы исключительно выражалось сознание духа, какого он есть в себе самом. На этом именно основании, как известно, Кант и построил свое отрицательное заключение, что для критической философии положительной науки совершенно невозможно делать каких-то ни было утверждений о духе, потому что непосредственные явления душевной жизни говорят, собственно, не о духе, а только о себе самих. Ссылка. Но вероятно, и сам Кант не пришел бы к такому заключению, если бы по какой-то странной случайности он не забыл подумать о том, почему именно в содержании душевной жизни он нигде не увидел духа. Случилось же это потому, что он мыслил о духе как о динг анзих, как о бытии в себе, а искал это бытие в себе между явлениями, тогда как для критической философии это должно быть до очевидности ясно, что если дух есть бытие в себе, то он уже не может сознавать себя ни как явление, ни как сумму явлений, потому что все явления душевной жизни могут быть только выражениями деятельности духа, а не самим духом. Поэтому скептическое заключение Канта могло бы считаться справедливым в том только случае, если бы все содержания сознания целиком выражалось лишь под формой воззрения времени, то есть исключительно слагалось из одних только явлений, но этого, если бы в действительности нет этого, потому что время создается только отношением сознания к миру явлений. Само же сознание, как бытие, лежит вне воззрения времени. И Кант сам признавал это положение сознания, когда толковал самосознание, как неизменное выражение бытия сознания. И в этом сознании бытия видел не какое-нибудь явление сознания, а само бытие сознания в себе самом. Правда, содержание этого бытия по Канту будто бы не дано вместе с сознанием его. Но в таком случае, значит, и сомневаться можно все-таки не в бытии духа, а только в познании его. Факт же бытия человеческой личности, как вещь о себе, непосредственно дам самосознание человеческом. И потому, если человек думает о себе не как о явлении, а как о бытии в себе, как о сущности, с точки зрения критической философии, он думает верно. «Наука о человеке» профессора Несмелого. Казань. Мысли о бессмертии души человека. Учение о бессмертии души святого Афанасия Великого. Думай, учит святой Афанасий Великий. Сказанным доселе доказано, что в людях и есть разумная душа.